опять траву намотала не поняла,чего трава дергается там рыба ого,там лопата всем привет,воехал на речку Южный Бух,половить на макушатнике и на фидер каша у меня будет как в прошлый раз,хорошо сработала по лещику варил кашу по такому рецепту в кастрюлю набираю 3 чашки воды,довыжу до кипения добавляю 2 столовые ложки сахара и чайную ложку соли 1 чашку перловки накрываю крышкой и варю на среднем огне 20 минут перловка немного разбухла,теперь добавляю пакетик ванилина чайную ложку куркумы и также красного перца и засыпаю чашкой пшена и засыпаю чашкой пшена перемешиваю,накрываю крышкой,ставлю на минимальный огонь на полчаса затем добавляю чашку или полтора кукурузной крупы вот и жгучая каша на лещах готова прикармливать я буду одну точку а ловить с той точки буду на два удилища с фидерными кормушками первый это у меня спиннинг для тяжелого джига с тестом 15-40 а второе у меня а второе у меня вот такое фидерное удилище 3-60 который покупал с Алиэкспресса удилище вообще классное на следующий год еще одно такое прикуплю поцепил я грузик от макушатника поцепил я грузик от макушатника поцепил я грузик от макушатника сейчас пощупаю дно введу какую-нибудь пробочку на этом месте впервые я так что дна не знаю вот тут уже немного тяжело идет грузик вот тут и бровочка где-то примерно посредине реки так пока заклипсую это место заклипсовать буду вот такими резиночками это резинки для плетения классная вещь оснастка у меня будет инлайн метровый флюрокарбоновый поводок 0,35 два стопорка тут кормушка скользит и тут скруточка такая сантиметров 10-15 и тут коротенький поводок примерно 10 сантиметров а вторая оснастка будет такая же только там поводок будет метровый и с тоненького флюрокарбона сейчас сразу на точку отправлю 10-15 кормушек по времени сейчас 2 часа сегодня планирую быть до вечера сегодня планирую быть до вечера еще два макушателя есть сейчас в точку закормлю и заброшу их вот так ориентируем будет тот дерево 66 оборотов посчитал до вымотки и как раз на том удилище тоже сделаю 66 оборотов катушки там одинаковые от кастинки кстати хорошие катушки это вроде уже пятый год или четвертый служить уже точно не помню недавно только ручку сломал выезжал болотом упал и треснуло а так катушка до сих пор хорошо служит течение немного несет 10-ти громовую кормушку но она будет потяжелее тут насаживать буду как и в прошлый раз медовый пуф вместе с одним опаршем так макуха у меня будет гороховый и кукурузный крючок у меня на макушатнике один, насажу в одну кукурузку искусственную пахнючую и пару опарышей опарыши большие, три штуки думаю хватит удилище у меня для макушатников, опач навигатор 3 метра первая поклевка, первая поклевка за три часа катер раз за разу шнырял в принципе прошлую рыбалку тоже, как прикалливал место, то примерно около трех часов начался крю, а на четвертом часу уже лупило раз за разу и подошел туда примерно килограммовый подрезчик и что у нас там? что-то небольшое думаю можно и без пацака взял на поводочек метровый из флюрокарбона вот такой классный карась первый на макушатнике думаю за 6-7 часов рыбалки все-таки тоже должно что-то взять в общем ждем и вот так раз в пол часа и моторка проходит и вот так раз в пол часа и моторка проходит по рыбалке по рыбалке только забросил на лету взял нападение хороший карасик поводок на втором удилище меняю пол метра поставлю тоже из флюрокарбона а то на короткие ни разу поклевки не было хотя прошлая рыбалка то что надо лещик проклевывал возьми пойми опять траву намотал перебрасывал перебрасывал в удилище видно воду пустили не понял а что трава дергается там рыба лопата что себе нормальный подлещик ого куда куда что себе трава потихаря клюнул ого там лопата я вообще прикол не понял это мой трофей капец я говорю водоросли а тут такой трофейный сердце заёкало вот такой ребята клянул лещик класс это туда все таки каша рулит 4 часа надо каши чтоб рыбу собрать это не нравится даже минут пять не прошло как забросил это не нравится даже минут пять не прошло на этот спиннинг полком поклёвки плохо передаются на фидер там каждый рывок чувствуешь тут лещ трофейный клюнул я думал траву тяну карась карась ох резвый карась карась это вкусно караса возьмём тюрь полковать каши плавали в полковать полковать под что то дергает вроде слышу,там еще трава запуталась да,на два виденных удилища ловить не интересно,все таки он и путается в следующий раз будет только одну хорошенький иди сюда есть класс еще один такой же кстати оба леща взяли на кучки китайские,супер острые тоже такой зачетный лопатич иди в садок,там будет весело течения сильные,курмушки сносит,причем прилично,я вообще там закармливал,а кормушки и сейчас там тут наверное надо грамм сто в кормушку ставить сигнализатор и натяжку сейчас только по кончику смотрю что то сидит запутало запутало что то что то такое по ходу сход они есть реально спиннинг классный,все передает точно там какая то резкая яблка ух давит капец что то такое карась похлеще сопротивляется чем килошный лещ или сколько у него там полтора килограмма не знаю макушатник сматывал смотрю тут карась поймался карпа так и не удалось разловить видимо надо свой макух делать магазин и совсем не годится как только солнышко зашло клёв сразу утих в общем собираться буду домой сейчас покажу улов ребят ловил я на флюрокарбон 023 и крючки 10 номера японские с тефлоновым поклением химической заточкой это пока самый лучший который встречал в алиэкспрессе кому интересно ссылку оставлю в описании если рыбалка понравилась поддержи лайком спасибо за просмотр всем пока всем пока всем пока всем пока всем пока всем пока